Железнодорожная катастрофа В среду 3 июня 1998 года Высокоскоростной поезд ICE номер 884 На скорости 200 км в час следовал из Мюнхена в Гамбург Около 10 часов и 55 минут в 6 с лишним километрах от Эшиде На 55-м километре магистрали у первого прицепного вагона На третьей колесной паре на правом по ходу движения колесе Из-за усталостной трещины происходит разрыв бандажа Который, разогнувшись от центробежной силы, пронзает пол кузова И застревает между креслами одного из рядов в салоне первого вагона Пассажиры слышат грохот, а один из них даже побежал искать проводника Однако поезд продолжает следовать, не сбавляя скорости И многие из пассажиров успокаиваются Между тем застрявший кусок обода бандажа начинает повреждать элементы рельсового пути Позже был обнажен ряд поврежденных рельсовых скреплений и железобетонных шпал Поезд следует от места повреждения бандажа еще около 6 с лишним километров Пока спустя менее трех минут не достигает железнодорожного съезда Данный съезд состоял из двух стрелочных переводов, первый из которых располагался противошерстно, а второй пошерстно Помимо этого в 200 метрах за съездом над железной дорогой проходил железобетонный автомобильный мост Примерно в 10 часов и 58 минут облобок бандажа подцепляет и выдирает контррельс первой стрелки Который протыкает пол и потолок второго тамбура первого вагона От удара колеса второй тележки вагона сходят с рельс Но разрыва тормозной магистрали, а следовательно и срабатывание тормозов от этого не происходит Достигнув второй стрелки, одно из сошедших колес бьет по остряку, переводит стрелку на боковой путь Второй прицепной вагон успевает проскочить стрелку до полного перевода Но вторая тележка третьего прицепного вагона попадает уже на боковой путь Хотя первая продолжает еще следовать по-главному В результате этого третий вагон выносит поперек пути и менее секунды спустя на скорости 198 км в час Он боком врезается в железобетонную опору автомобильного моста Располагалась в двух метрах от бокового пути И подпираемой массой остальной части состава сносит ее Также появляются первые жертвы Вагоном были убиты на месте двое путевых рабочих, находившихся в это время около бокового пути От возникшей в поезде значительной продольной волны происходит разрыв автосцепки Соединяющий передний моторный вагон с прицепными вагонами Помимо этого разъединяется тормозная магистраль, что приводит к срабатыванию экстренных тормозов Моторный вагон следует еще 2 км, пока наконец не останавливается Между тем, первые три прицепных вагона отделяются от остального состава И продолжают по инерции катиться частично по путям, частично по щебню еще несколько сотен метров По счастливой случайности, ни один из пассажиров, ехавших в этих вагонах, в том числе и в третьем, не погиб Четвертый вагон успевает проскочить подрушившись мостом, но слетается от коса и, перевернувшись, врезается в деревья Обломки моста падают на заднюю половину пятого вагона, однако накопленная кинетическая энергия вырывает этот вагон из-под кусков бетона и тащит по путям еще несколько десятков метров Все остальные вагоны начинают складываться друг в друга, зигзагообразно Причем шестой вагон-ресторан, седьмой, восьмой и девятый вагоны оказываются при этом еще и под обломками 200-тонного моста Вагон-ресторан при этом был раздавлен до толщины 15 сантиметров Десятый, одиннадцатый и двенадцатый вагоны также были серьезно повреждены Наконец, хвостовой моторный вагон был оторван и находился около этой груды обломков, относительно неповрежденным От этого момента, как поезд подъехал к первой стрелке, до полного уничтожения вагонов прошло всего несколько секунд Крушение произошло на границе Эшиде, а один из домов и вовсе располагался всего нескольких десятков метров от поста Поэтому сильный шум был хорошо слышен в городе Также помощь вызвал и машинист поезда В результате уже к одиннадцати часам к месту крушения приехали первые полицейские Но они сразу не могли понять, что произошло В одиннадцать часов и ноль три минуты начальник патруля доложил о том, что около Эшиде произошло крушение поезда В это же время пожарная часть и медпункты города были завалены экстренными звонками от взволнованных грохотом жителей В одиннадцать часов и три минуты к месту крушения стали прибывать первые машины скорой помощи, а также немецкого отделения Красного Креста В одиннадцать часов и ноль шесть минут врачи начали оказывать первую помощь пострадавшим Также были вызваны в срочном порядке дополнительные бригады медиков из ряда соседних городов В одиннадцать часов и семь минут к месту крушения прибыли первые пожарные машины Но уже в одиннадцать часов и восемь минут начальник пожарной части доложил, что никаких признаков пожара не наблюдается В связи с этим пожарные стали использовать имеющееся оборудование для разбора обломков Помимо этого, еще до прибытия пожарных на место происшествия были оповещены все пожарные части округа Два центра медицинских вертолетов в Целле и Ганновере, а также вертолетная экскадиреля в Фазберге В одиннадцать часов и восемнадцать минут Дольче Бах официально подтвердила о снятии напряжения с контактного провода А в одиннадцать часов и двадцать пять минут движение поездов по магистрали было прекращено Что должно было помочь в разборе завалов и эвакуации раненых К тому времени бригады спасателей уже обнаружили сорок погибших и столько же раненых В результате радиообмена в одиннадцать часов и сорок две минуты в Целле было объявлено о начале набора бригады добровольцев В одиннадцать часов и сорок пять минут создается оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим А в одиннадцать пятьдесят шесть был направлен запрос о помощи в пожарное управление Ганновера Возле места крушения были быстро сооружены палатки, а часть раненых перемещали в расположенную в двухсот семидесяти метрах гимназию К тому времени число жертв уже возросло до восьмидесяти семи человек К двенадцати часам на месте работало уже около полусотни врачей, а в двенадцать часов и пять минут вертолеты стали отвозить первых тяжелораненых Во вторник, третьего июня в десять часов и пятьдесят восемь минут в нижесаксонском городе Эшиде минутой молчания Открылась траурная церемония в память о жертвах крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории Германии Двадцать лет тому назад на этом участке железной дороги на полном ходу с рельсов сошел скоростной поезд ICE В результате аварии погиб 101 человек, 105 получили травмы разной степени тяжести Чтобы не нарушать уместный момент у атмосферы, бургомистер города Гюндберг запретил видео и фотосъемку во время траурной церемонии Поезда, которые должны были проходить через Эшиде, в это время были направлены в объезд Представитель родственников погибших и пострадавших Хайнрих Левин, потерявший в аварии жену и дочь, назвал железнодорожную катастрофу в Эшиде Результатом невероятных просчетов и небрежностей в работе со стороны концерна Deutsche Bahn Представшие перед судом инженеры обвинялись в том, что недобросовестно провели испытания новых на то время колесных пар Которыми был оснащен потерпевший аварию ICE Своей вины обвиняемые не признавали, экспертные заключения по техническим вопросам для суда делали специалисты со всего мира 8 мая 2003 года судебный процесс был остановлен из-за нехватки доказательств Суд постановил взыскать с обвиняемых по 10 тысяч евро штрафа Разочарованные таким решением родственники погибших и пострадавших подали новый иск в Конституционный суд ФРГ Высшая судебная инстанция Германии не выявила противоречий к институции страны и отклонила жалобу Левен Представляющий интересы пострадавшей страны Заявил, что виновные не были найдены только потому, что в этом не заинтересовано само государственное предприятие Deutsche Bahn И у него достаточно власти, чтобы защитить свои интересы После аварии вышеде компания Deutsche Bahn провела техническое переоснащение всего парка ICE Ужесточила правила и частоту техосмотра, вела ультразвуковой контроль колесных пар поездов А с вами была Война Техника 2 Всего вам доброго, увидимся в следующем выпуске на канале Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова